вы смотрите видео обзор планшетника huawei media pad t3 у меня в руках эта коробочка от этого планшетника вот так она выглядит вот в этом пакетике лежал сам планшетник а теперь нужно поговорить о самом главном об этом планшетнике который мне забыл в самом начале видео сказать мне на днях подарили планшетник но про который я самом начале видео сказал вот у меня в руках этот сам планшетник прежде чем я начну делать обзор на на этот планшетник кое-что еще дополнительно скажу ну такое небольшое отступление также когда мне подарили этот планшетник дополнительно ну дополнительно в этот подарок шел вот такая вот специальная батарейка зарядка ну допустим у вас села батарейка у вашего ну садится в общем батарейка для этого планшетника дополнительно идет вот такая вот специальная батарея которая заряжается да то есть идет идет дополнительно в общем такая вот зарядка которая вставляется в розетку и дополнительно USB шнур. Это коробка от этой специальной батарейки которая подключается к этому планшету. Ну вот она в общем питается от этой батарейки. Пока варил картошку, ну так получилось, пока делаю вот это видео про обзор этого вам планшетника, тут я одновременно вот сварил картошечку. Ну и в это время мне звонила мама, надо с мамой поговорить. Мама поняла, что нужно звонить на планшете. Ну просто у меня я свой телефон оставил на работе. Хорошо, что планшетник выручает. Маме надо позвонить так. Маме звоню, еще не поднял трубку. Ждем. Алло, ну скажи привет youtube. Ютубу скажи привет. Ясно. Лара что-то хотела. Мама, все заканчиваем. Мне надо обзор видео сделать. А, ну все, хватит, ты не можешь закончить говорить. Молодец, что позвонил на планшетник. Все, я с мамой поговорю. Ну вот, вернемся к картошке. Короче, вот я сварил картошку, картошечку сварил. Беру планшетник. Вот захожу в контакт. Вот захожу в контакт. Что у вас нового? Вы нажимаете фото. Нажимаете камера. Вот камера. Вот прямой эфир. Нажимаете галочкой. Вот, вот. Фото попадает уже в новость. И пишу там. Сварил картошку. Вот, сварил картошку. Можно еще смайлик поставить. А, вот. Сварил картошку. И нажимаю Enter. И нажимаю отправить. Вот, сварил картошку. И вот, это новость ВКонтакте. Ну, можно и так сделать, если у вас есть интернет уже. Картошка уже готова. И пока там, в общем, поставил разогреваться голубцы. У меня здесь идет таймер, чтобы я знал, через сколько мне подойти, в общем, и выбрать голубцы с микроволновки. Ну, я там поставил три минуты. А там дольше будет. В общем, лежит в микроволновке. Ну, в общем, таймер очень классная вещь. Вместо двух минут я поставил два часа таймер. И, только сообразил, надо две минуты ставить таймер. Вот, минуту поставил. Две минуты таймер, в общем, поставил. А вот и голубцы готовы. Голубцы. Ням-ням. Вот этот вот таймер, который есть в этом планшетнике, не очень помог, чтобы я приготовил, в общем, голубцы в микроволновке. Ну, то есть, если я где-то далеко нахожусь от микроволновки, то есть, таймер очень помог в этом плане. Закончил я есть картошку и голубцы. Продолжу вам дальше рассказывать про этот планшетник. Вот вчера, если я не ошибаюсь, да, вчера, я нашел здесь встроенный GPS. О чем я хочу вам рассказать? Что такое GPS? У кого есть в автомобиле GPS, у кого есть машина и есть там такой GPS, то здесь тоже есть такой GPS. Вот этот вот GPS, который я здесь нашел, вот эту вот функцию, ну, давайте считать так, программы. Она хороша тем, что... Она, в общем, хороша, кто путешествует в незнакомых местах, в незнакомых городах. Вы приехали, допустим, с Далгополса в Елгаву, ну, пусть будет это Елгава, и вы не знаете этот город, но вам дали точный адрес в Елгаве, куда вам надо прийти, там, забрать, не знаю, товар или пришли там на свидание. И вам сказали, вот эта улица. И вы без этого, не то что гаджета, без этого GPS не можете найти. Но когда вы нашли ту точку, от той точки, от той точки добраться, то вам очень помогает этот GPS. Вот реально, вот это хорошая вещь. Вот кто путешествует, вот этот GPS очень хорошо, что он есть в этом планшетнике. В общем, есть maps, это в гугле. В общем, вот это google maps, да. Здесь пишите, где вы находитесь, а здесь, в общем, пишется, куда вам нужно попасть. Вот. В общем, я поставил ту точку, в которой я, допустим, нахожусь, и куда мне нужно попасть. Вот. В общем, если это автомобиль, то это будет 29 минут. Если это автобус, то это займет 46 минут. Если это пешком, то это займет 2 часа 37 минут. Очень офигенный. Ну, GPS это просто класс. Также здесь есть дополнительный рисунок. То есть, вот. Офигенно просто. Вот. Дальше так. Я нажимаю, в общем, старт. Вот. Вот такой вот есть GPS, встроенный GPS. То есть, нужно отправиться от той точки до той точки. И, в общем, когда вы стартуете, это показывает на этом планшетнике. Вот вопрос задал. Работает это без интернета? То есть, я не стал это проверять. То есть, у меня здесь есть интернет. То есть, представьте, если нет интернета, вы не можете словить Wi-Fi. Сможет этот GPS работать без Wi-Fi и без интернета? Ну, не знаю, прогуглите, узнаете. Вероятно всего, что, я не знаю, 50 на 50. Ну, я сказал бы, здесь это самое, мне кажется, самая полезная и крутая функция в этом планшетнике. Этот встроенный GPS. Ну, как в автомобиле. То есть, надо отправиться. В общем, GPS как у таксистов. Да, дожили в общем. Ну, просто понимаете, о чем я говорю. Раньше у людей там, может, лет 50 назад не было этих гаджетов, не было этих GPS. И людям нужно было знать город наизусть и много информации держать в голове. Сейчас, держа вот этот планшетник, вот этот GPS, ну, просто фантастика. Он просто решает проблему вам за минуту. И вам уже не надо, ну, держать столько много информации или... Короче, вы поняли. Небольшое такое отступление, если назвать отступлением. Если подержать в руках этот планшетник, то он не больше килограмм весит, но... Ну... Ну, там каких-нибудь 300 грамм весит. Читая в инструкции, сколько весит этот планшетник. Так, Джон, где-то должен написать. Нашел я информацию. В общем, такой вот планшетник весит 350 грамм. Ну, еще дополнительная информация, хоть она не такая важная, может быть, размер. То есть, с планшетника, то есть здесь 211,1 на 124,7 на 8,0. Я не очень дружу с математикой, но вы поняли, вот. Так, так, так. Размер. Или простым языком, разрешение экрана здесь идет 1280 на 800. Это будет проще. Карта памяти microSD. До 128 гигабайт. А встроенная память 16 гигабайт. Ну, а так, мелкая уже информация. Сразу вам скажу, что 16 гигабайт это мало. Надо где-то, ну, примерно 50 гигабайт встроенной памяти. А 16 гигабайт, ну, просто сами понимаете, это очень мало. Ну, нет, по моему мнению, это очень мало 16 гигабайт встроенной памяти. А если вы будете покупать дополнительно 128, то, ну, посчитайте сами, сколько вам это обойдется. И так, это будет такое небольшое отступление. У меня в руках ноутбук. И, как видите, Harley Quinn. О чем я хочу поговорить? Раньше я мог только мечтать о планшетнике. Компьютер у меня был. Потом появился ноутбук. Ну, в чем все-таки прикол и почему такое? Ну, большое отступление. Ну, вот, как видите, да, допустим, мне надо рисовать Harley Quinn. В руках у меня кисточкой, ну, и, допустим, там еще палитра. Вот. В чем же все-таки, ну, по двух минус. То, что ноутбук тяжелый, да, и, например, если я буду держать в одной руке ноутбук, вот, и, допустим, еще что-то увеличивать, там, уменьшать, вот еще двумя пальцами, то какой-то будет некомфорт. Ну, вот я смотрю там, допустим, вот мне надо глаз. Глаз, допустим. То есть какое-то, знаете, вот некое неудобство. Ну, в принципе, да, я там могу зажать, но мне уже неудобно. И, допустим, смотрю глаз там, ну и подрисовываю глаз. Вот. Ну, в общем, тяжело будет в одной руке держать ноутбук, да, допустим. И нельзя тут тоже пальчиками. Вот. Ну, некоторые моменты мне сложно объяснить, проще показать. Вот. Кто понял мою мысль, пишите в комментариях. Но это касается, кто рисует, в общем. И вот. У меня в руках планшетник, на который я делаю обзор. Ну, это такое большое наступление. Тут Harley Quinn и здесь картинки Harley Quinn. Вот. Я нажал, видите, Harley Quinn. Вот. Это Harley Quinn. И вот. Вот. До этого был ноутбук, а вот теперь у меня в руках планшетник. Чем он хорош? В плане то, что вот. Поняли мои мысли? Почему хорошо планшетник? Вот. Допустим, мне надо увеличить какой-то глаз. Вот. Ну, вот этот вот глаз. Вот. Я увеличил. Вы поняли, да? Мой мысль. И вот. Я смотрю, как там надо нарисовать. Ну, допустим, палитра. У меня третьей руки нет, поэтому тут была бы еще палитра. Да? Я беру, смотрю и рисую. Допустим, мне что-то не нравится там. Вот. Я уменьшаю. Ну, допустим, мне надо волосы. Я беру и рисую волосы, там, в розы, там, взял краску и рисую. В общем. В этом плане вот мне планшетник, ну, просто нужен. То есть мне в некоторых моментах очень, ну, просто выручает. А когда у меня был компьютер и не было планшетника, я о планшетнике только мог мечтать. Вот в этом плане я хочу использовать, ну, когда я рисую, вот использовать планшетник. Ну, допустим, там, рисовать картины по фотографии. Ловили мы. Ну что, буду потихоньку подводить такой конец к этому обзору. Я еще мог бы минут 20 рассказывать про этот планшет. В самом начале видео, где-то в середине видео где-то говорил о многих полезных функциях. А где-то лишнюю информацию сказал, где-то полезную информацию сказал, а где-то, может, вообще никому не нужную информацию. Если вы купили планшет или раньше покупали планшет, то вы сами знали, для каких целей вы хотели сами использовать. А здесь я никому ничего не навязываю, для чего это использовать. Вы сами решаете, как вы это будете использовать, в каких целях. Это лично ваше дело. И это важный момент, который я сказал. Потому что я просто думал об этом и меня осенило. Правда! Вот вы покупаете автомобиль, вы сами решаете, куда вы будете кататься, сколько вы топлива будете ложиться. Это лично ваше дело. То есть, если вы посмотрели мой обзор, это с меня, то есть, не стоит брать пример. То есть, если я купил планшет, значит, буду рисовать качество. Нет. Если там есть таймер, то есть, вы это вообще можете не использовать. Вы можете использовать другой гаджет. Еще скажу так. Дополнительно, это уже будет не отступление. Я думаю о том, что вот такую вещь, чтобы, ну, создать, один человек, он не может создать. То есть, это был какой-то программист, другой, там какой-нибудь, не знаю, технолог. То есть, этот планшет, может быть, разрабатывался несколько лет. То есть, мое мнение такое, что за год такую вещь нельзя сделать. Ну, сами подумайте, вы же не смогли бы сделать тот же GPS. То есть, там нужна голова, чтобы сделать такую вещь. А это, своего рода, такой маленький компьютер. А компьютер, это уже сложная вычислительная машина, которая много-много решений берет за... Ну, решает много, что за человека то, что человек бы не решил бы за несколько секунд. А вот этот, ну, тот же планшетник, он может вашу, там, какую-то задачу решить за несколько секунд. А ту задачу, которую вы раньше решали, там, ну, уходило много времени. Вот. И, на этом, в общем, я обзор заканчиваю этого планшетника. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите свои комментарии. Хотите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или дизлайк. А, да, кстати, ждите следующее видео. Если оно уже выйдет, то это будет тест видео этого планшетника. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok